Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава первой книги «Царей» или «Царств» для библейского портала «Экзегет». Мы ее читаем в моем переводе. Вот восьмая глава рассказывает, как израильтяне выбрали себе образ правления, монархию. Ну, причина простая. Хотим быть, как все народы, у нас нет царя, у других есть, это красиво, это престижно, это на войне смотрится. Я немножко утрирую, но примерно так и есть. И это затратно, говорит им Самуил. Они говорят, ладно, все равно хотим. Но выборы царя не проходят. Вот все-таки подлинный царь Израиля — это бог, и поэтому он должен назначить этого царя. Нельзя выбрать того, кто громче всех обещает. Нельзя выбрать того, кто там самый красивый, самый боевитый, самый знатный или какой-нибудь еще. Это должен сделать сам бог. Как это произойдет? Вот тут такое искусство повествователя. Как бы забыто про царя, что там хотели израильтяне, как это все будет, мы не знаем. Тут такие мелкие подробности. Жил один вениаминитянин по имени Киш, сын Авиэля, внук Церора, правнук Бехурата, проправнук Кофиэха, достойный человек из племени Вениаминова. У него был сын по имени Саул, молодой и красивый, не было среди сынов Израилевых никого красивее его. Был он на голову выше всех прочих. Вот редкий случай портрета. В Библии очень редко даются портреты персонажей. Как-то у Киши отца Саула пропали ослицы. Ну, житейское дело, скот сбежал с поля, там, не знаю, ограда сломалась, они просочились и выбежали. Киш велел своему сыну Саулу, возьмите с собой кого-нибудь из слуг и ступай на поиски ослица. Они со слугой прошли на горе Ефремова, прошли землю Шалеша, но не нашли их. Прошли землю Шалим, но ослиц не было и там. Прошли землю Вениамина, но так и не нашли их. То есть, что-то далеко эти ослицы бежали, или уже ребята пошли просто гулять подальше от дома, попутешествовать. Мало было шансов, а тут такой случай удобный. Когда они дошли до землицов, то Саул сказал слуге, который был при нем, пора нам возвращаться, а не то отец начнет беспокоиться уже не об ослицах, а о нас самих. Но тут ответил, вот здесь, в этом городе, есть человек Божий, почитаемый человек. Что не скажет он, все сбывается. Давай зайдем к нему, может быть, он возвестит нам, куда нам отправиться в нашем путешествии. Вот смотрите, как люди берегут свою собственность, потерянную. Ослицы пропали, как это важно. Вот мы читаем эту книгу, да и другие книги. Будет ли так кто-то искать Бога? Очень редкий случай. Справедливость, мудрость, какие-то еще хорошие качества. А вот имущество, конечно, надо найти. Ослиц жалко. Ну и опять-таки, вот этот настрой, который мы уже не раз видели, божественное, священное, оно для земного. Вот нам этот святой человек должен рассказать, где наши ослицы. Все остальное, ладно, как-нибудь в другой раз. Как там в Бога верить, как вести себя, это не очень важно. Ослицы это жалко, это денег стоит. И опять-таки, раз так, то, значит, и ему надо что-то поднести. А Саул сказал слуге, ну чем же мы пойдем к такому человеку? Хлеба в нашей сумме не стало, и подарка у нас с собой нет. Что же нам поднести человеку Божьему? Ведь у нас с собой ничего нет. А бесплатно он не будет. Ну, в такой картине мира, конечно, все за деньги. Тогда слуга ответил Саулу, смотри, у меня нашлась четвертинка шейкеря серебра. Это, ну, буквально пара граммов, да, то есть ничтожное количество, шелушинка серебра. Я отдам ее человеку Божьему, чтобы он нам возвестил, куда нам идти. Уж совсем там, я не знаю, 20 копеек. Но хоть что-то. Прежде в Израиле, когда кто-либо шел попросить Господа, говорили так, пойдем к провидцу. Кого теперь называют пророком, тогда называли провидцем. Не только в словах дела, а вот провидец Хозе по-древнееврейски, это тот, кто видит сокрытое, да, такая справочная служба, прогноз. Саул ответил своему слуге, хорошо, ты сказал, пойдем. Они пошли в город, где был человек Божий. Когда они поднимались к городу, навстречу им попались девушки, вышедшие по воду. Ну, понятно, город обычный на возвышенности, а там колодец, родник, источник внизу. Да, и в основном это работа женщин носить воду. А заодно девушки могут показаться парням, вот, будущие свадьбы могут так устраиваться. Не раз это в Библии описано, между прочим, как встречается невеста у колодца. Так женились некоторые патриархи, так женился Моисей. Так вот, попались девушки, вышедшие по воду, они спросили у девушек, городе ли провидец? Да, то есть, такое подробное, обстоятельное, бытовое повествование. Как пойдем ослиц искать, где бы нам денег взять, провидцу подарок сделать, как нам его найти, вот, местное население вовлечено. Да, то есть, такая сложная спецоперация. Люди ищут ослиц, долгой, мучительно напряженной. А при чем здесь царство, мы еще не сразу поймем. Те отвечали, да, прямо перед вами. Он как раз сегодня пришел в город, но спешите, ведь сегодня у народа жертвоприношение в святилище на холме. Опа, то, что запрещено в законе Моисеевым, здесь совершенно спокойно, и Самуил участвует, да, то есть, такие частные культы в разных местах. Как войдете в город, так сразу и найдете его, пока он не пошел пировать на тот холм. Ведь народ не начнет пировать до его прихода, он должен благословить жертву, и только потом гости станут пировать. А теперь вы еще застанете его, идите. Да, и при этом пиршество, и все такое замечательное. Вот тоже жизнь бьет ключом, своя какая-то, праздники, будни, ну, не до Бога, в общем-то. Они зашли в город, как только они оказались внутри, и навстречу вышел Самуил. Он как раз шел в святилище на холме. Еще за день до прихода Саула Господь дал Самуилу откровение, сказав, «Завтра в это же время я пошлю тебе человека из земли Вениамина, его ты помажешь правителю над народом моим Израилем, он и избавит народ мой от руки филистимлен. Обратил я взор на мой народ, в ополих достиг меня». Вот Господь выбирает царя, да, не израильтяне, а Господь, причем он так подстраивает, вот как часто в этих бытовых делах исполняется воля Божья. Смотрите, этот самый Саул пошел просто потому, что ему надо найти папинах ослиц, и вот они долго-долго шли, и вот тут, говорят, есть провидица, он, наверное, нам поможет их найти. Даже вот и к нему как-то нету денежек, чтобы прийти с просьбой, а вот оказалось есть. То есть какая-то цепочка совершенно мелких ничтожных событий, но в них свершается замысел Божий. А человек думает, что это он просто ослиц ищет. И когда Самуил увидел Саула, то Господь подсказал ему, вот тот самый человек, о котором я говорил тебе, он и будет править моим народом. Саул приблизился к Самуилу прямо в воротах и спросил, скажи мне, где дом провидица? Самуил ответил Саулу так, я и есть провидица. Ступай сейчас передо мной на холм, пировать вместе со мной, а утром я тебя отпущу и расскажу все, что только пожелаешь. А что до ослиц, которые у тебя пропали три дня назад, так даже не думай о них, они нашлись. Да и кому принадлежит все лучшее в Израиле, как ни тебе и ни отеческому твоему роду? Да, вот такой шокирующий ответ. Так, есть свой замысел, все будет понимать. А ослицы, ты нашлись ослицы. Вот не о том беспокоишься, как часто мы не о том беспокоимся. И более того, такая неожиданная лесть, кому принадлежит все лучшее, как ни твоему роду? Ну, если он царь, то какие там еще ослицы? У него там табуны коней будут бегать, а не там три-четыре какие-то ослицы глупые. А Саул сказал в ответ, да ведь я из племени Вениаминова, наименьшего в Израиле, действительно малая подчисленность. А семейство моего отца последнее в племени Вениамина. Что же это такое, ты мне говоришь? Вот человек даже не готов переключить сразу фокус. Самуил взял Саула, его слугу, ввел их в помещение, посадил их во главе всех гостей, а там было около 30 мужчин. А повару Самуил сказал, подай ему тот кусок, который я передал тебе и велел отложить особо. То есть, есть какая-то особая доля царя. Повар взял целый окорок, ничего себе кусочек, и положил его перед Саулом. А Самуил сказал, вот что сбереги для тебя, поешь. Эту часть предназначили тебе еще, когда я стал созывать народ. В тот день Саул перевал с Самуилом. Когда они вернулись в город, то Самуил беседовал с Саулом на крыше своего дома. Кажется, еще ничего не понимает Саул, да? Следующим утром на самой заре Самуил позвал Саула, ночевавшего на крыше. Вставай, я провожу тебя в путь. Саул встал, и оба они с Самуилом вышли наружу. Когда они подходили к городской окраине, Самуил сказал Саулу, прикажи слуге идти впереди нас. Тот так и сделал. А сам задержись, сейчас я возвещу тебе слово Божье. То есть, смотрите, как обычно бывает. Сначала торжественная часть, помазание царя, там какая-то, не знаю, проповедь на эту тему, какая-то благодарственная молитва Богу. А потом пир, да, горой, веселье. А тут совсем наоборот. Почему? Мне кажется, потому что вот автор повествования подчеркивает, как развиваются события на двух уровнях. Вот повседневный уровень со слицами, какими-то ритуалами, тоже ведь божественные ритуалы на самом деле, да, не просто так они там выпить собрались, поиском провидца, чтобы он подсказал, какие-то девушки там, какие-то серебряные чешуйки, чтобы расплатиться. Ну, какая-то полная ерунда. И оно забивает нашу голову в первую очередь. Но среди этого всего вдруг Слово Божье, которое открывается самым неожиданным образом. А как это будет 10 глава? Продолжение следует...